Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александра Костенюк и я прокомментирую для вас партию 15-го тура Чемпионата Мира по Блицу 2021 года между Магнусом Карлсоном и Анишем Гире. Разыграна испанская партия. Ход конь f6, предложение перейти в берлинский эншпильд, но d3, так называемый антиберлин, после слон c5 белые побили на c6, слон c6 dc и сделали ход 0-0, создали угрозу взятия на e5. Слон g4 последовало, слон g5. Связка и контрсвязка связывают фигуры коней на f3, f6. Обе стороны. h6, слон h4, ферзь e7. Интересный план в этой партии. Избираю черные. На конь bd2 они внезапно уходят королем в длинную сторону. И выясняется, что нас ждет очень острая схватка с разносторонними рокировками и с атаками на разных флангах. Белые будут стараться атаковать короля черных на ферзьевом фланге. Черные будут стараться атаковать белых на королевском. Слон g3 следует ход. Белые создают давление на поле e5. Циферблат нам не очень хорошо виден, но я напомню, что на чемпионате мира по блицу 2021 использовался контроль 3 минуты плюс 2 секунды на ход. На заднем фоне мы видим первый столик женской секции, где бибисара Асаубаева играет белыми фигурами против женса и Абдумалик. Бибисара этот чемпионат выиграет, станет чемпионкой мира по блицу. Ну а мужчин чемпионом мира по блицу станет Максим Вашьялограф. Но эта партия тоже будет иметь большое значение для распределения мест в таблице. Итак, долго достаточно думал о ниш гире, в итоге сделал ход конь d7, защитил пешку на e5 таким образом. Белые, воспользовавшись тем, что пешка на d3 больше не под боем ладьи, d8 сыграли c3. Последовала профилактическая король b8, черный часто таким образом уходит королем после длинной аркировки, чтобы защитить пешку a7 где-то. b4 слон d6, а4, видим мы, что Магнус Карлсон уже перешел к активным действиям, пытается создать атаку на ферзевом фланге. И черные тоже стараются не отставать. g5, b5 и c5 не открывают линии черные на ферзевом фланге, пытаются этот фланг закрыть. И после a5, h5 с угрозой h4, внезапно последовало h4. Очень резкий ход, такое сложное решение, может быть не лучшее в этой позиции. С одной стороны белые заблокировали черную пешку h, но с другой стороны позволили черным вскрыть линию g, по которой в дальнейшем фигуры черных и хладии смогут сдвоиться и создать неприятное давление на пункт g2 и на короля g1. gh бьет анишкирия, слон h4, f6, ферзь b3. И белые пытаются подвести свои фигуры поближе на ферзевый фланг, но не совсем понятно, какой дальнейший план у белых, как вскрывать этот фланг, как продолжать игру. В то время как черным после вскрытия линии g играть намного проще. Мы видим, что ладья hg8 следует. Первая ладья уже появилась на линии g. А такое противостояние фигур, тяжелых фигур особенно, против короля, чревато часто неприятностями. И мы видим, что Магнус Карлсон задумался и после хода ладья hg8 отступает слоном на g3, таким образом перекрывая вертикаль g. Но это ход назад, а у черных тоже есть ход слоном назад, но с темпом на ферзя на b3, нападая слон е6, ферзь а4, и черные могут приступить к своему плану по задвоению или даже, может быть, строению фигур по линии g. Ладья g4 следует. Мы можем представить, что если бы черные могли сделать несколько ходов, последовало бы, скорее всего, ладья dg8, затем, может быть, даже ферзь g7, и затем h4. То есть угрозы у черных очень прямые и неприятные. В то время как белые, несмотря на то, что их пешки стоят достаточно активно, на а5 и b5 непонятно, что дальше делать на ферзьевом фланге. Конь h2 играет Магнус Карлсон, пытается прогнать ладью черных с активной позиции, выбирает поле для отступления, а не ж гири, и в итоге ходит на g7. Следует конь df3. Таким образом пытается Магнус Карлсон заблокировать пешку h, но проблема в том, что после ладья dg8 конь h4 слишком далеко ушли белые кони, и следует достаточно неожиданно c4. dc конь c5. С этой стороны черные фигуры начинают нападать на пешки белых, пользуясь опять же тем, что слишком уж далеко легкие фигуры белых ушли из центра. Ферзь f7, не торопясь, со взятием на c4, чтобы кони в 5 вилку где-то не зевнуть. b6, cbab h6. Белые попытались скрыть ферзевый фланг, но черные вот таким вот разменной такой операцией его закрыли. Ладья d1, слон e7 и ладья d5. Очень красивый ход, попытка консолидировать позицию, раздвоить свои пешки в центре, пусть даже и путем жертвы качества. Слон d5 cd. Кони белых за счет этой жертвы быстро достаточно вошли в игру. Мы видим, что они уже не стоят на полях h4 и h2, а переместились на поля f5 и f3. Но все-таки, несмотря на активность белых коней, у черных продолжают оставаться неприятные угрозы, связанные как с h4, так и с ладья g4 и конь e4. Да и лишнее качество. Это все-таки достаточно серьезный материальный перевес. Так, на конь 3 h4. Ладья g5 сначала хотел сделать ход, а не жгире, но потом посчитал вариант и увидел, что после ладья g4, несмотря на то, что качество белые отыгрывают ходом коня h6, следует вот такая вот интересная разменная комбинация. У белых сдваиваются пешки по линии g, g3, g2. И очень непросто их защищать. Ферзь g4 угрожает, слон f2 где-то может прийти. После c4, ферзь g4, ладья b3. Вот таким вот интересным образом белые по третьей горизонтали защищают пешку g3, но следует e4 с идеей сыграть e3 и перекрыть третью горизонталь или пойти слон d6. Ферзь b2 вроде бы напали белые на пешку b7, но черные игнорируют эту угрозу. Ходит слон d6. И выясняется, что после ладья b7 это всего лишь один шах, от которого можно легко укрыться королем. А вот шах на g3 гораздо более неприятный. На следующем ходу последует ладья b7, король a8. Падает флаг, быстро делает ход магнус ладья b3, но после слона g3 сдается, ведь на отступление короля последует ферзь d1 мат. Убедительная победа Аниша Гири в антиберлине и важная в спортивном плане партия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова